МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во второй раз спасти жилища не смогли. Женщина сгорела в своем дачном доме. Вчера у них был юбилей у хозяина. Они, видимо, хорошо посидели. Он уехал, а у него сил не хватило, и она осталась. К сожалению, навсегда. Тело обнаружили спасатели при разборе завалов. И полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков. Кто и как возил запрещенные вещества из Москвы в Автоград? Это и не только. Прямо сейчас. В Казани, в поселке Кендири, сгорел жилой дом. Пожар вспыхнул минувшей ночью на улице Лачин. Почуяв запах дыма, хозяева вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели нашли и устранили угрозу возникновения пламени. И покинули постройку. Впрочем, очень скоро им пришлось вернуться на то же место. Подробности у Алины Мусиной. Эту беду можно было бы предотвратить, считают жильцы сгоревшего дома. Как рассказали хозяева, все началось с того момента, когда один из членов семьи включил компьютер. Уже позже предположили, провод, воткнутый в розетку, видимо, был перебит и вызвал короткое замыкание. Запах дыма перегоревшей проводки распространялся быстро. С вызовом пожарных тянуть не стали. Дым вышел. Такой дым. И этот. И перестал. Пожарные пришли, посмотрели. И потом пожар, получается, да? И потом они уехали. А потом через некоторое время опять дым начал. Несмотря на то, что после инцидента в доме было отключено электричество, жильцы снова почуяли запах гари, когда поняли, что к чему, решили снова вызвать спасателей. Но на этот раз не предотвратить, а потушить пожар. Ну, пожарные приехали, и у них... Вначале медсор, наверное, пока бегали, раскрытили, разлаживались там, тянули шланги. А потом у них вода кончилась. И уже все разговелось, да? И полный ход начал гореть. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже и начало распространяться по всему дому. Огнеборцам удалось не допустить перекидывания огня на соседние постройки. Но спасти полыхающее здание уже не представлялось возможным. Дом не был застрахован. С горечью вздыхают хозяева. Вопрос, где теперь будут жить семьи с тремя детьми, остается для них открытым. Алина Мусина, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 57-летняя женщина погибла в огне в одном из садовых обществ в набережных Челнах. Пожарных вызвали соседи в половине восьмого вечера, увидев дым из домика. Очевидцы предполагали, что внутри него находятся люди. До прибытия пожарных подразделений дачники пытались потушить огонь самостоятельно. Однако сделать это им не удалось. По словам соседей, владельцы 25-го участка задачи следили. Зимой тут не жили, приезжали только в сезон. И то периодически. Так было и в этот раз. Хозяев садовода видели днем, поэтому, как только заметили, что дом загорелся, предположили, что внутри остались люди. Техника безопасности написана кровью, и у нас уже все это отработано. Поэтому пока расчеты едут, мы отливаем своими силами. Соседние домики спасли. То есть только поплавилась внешняя изоляция. Вот вчера у них был юбилей у хозяина. Они, видимо, хорошо посидели. Он уехал, а у него сил не хватило, и она осталась. Вот, к сожалению, навсегда. Опасения дачников подтвердились. В ходе разбора строения спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело 57-летней женщины, жены хозяина дома. Со слов соседей, значит, было установлено, что в 19 часов примерно 20 минут увидели, что горит, значит, открытым пламенем дачный домик. После чего сразу, значит, сообщили в пожарную охрану. В результате пожара, значит, сгорел садовый дом на площади 20 квадратных метров. По словам председателя в садовом товариществе «Градостроитель-2», пожары происходят примерно раз в год. Основные причины – это перекал печей, либо неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения. В этот раз предполагаемой причиной пожара стала неосторожность при курении. Алина Бережна, Елена Камалова, Эльдар Шайдулин, Вызов 112. Троих малышей спасли сегодня в Альметьевске из задымленной квартиры. Дети 2, 4 и 5 лет находились дома без присмотра взрослых. Их мама во время возникновения пожара была в магазине. Пожарных вызвали очевидцы. Огнеборцы вынесли детей на улицу и передали медикам. К тому времени в квартире уже бушевал открытый огонь. От дыма и огня малыши пострадать не успели, благодаря слаженным действиям спасателей. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – детская шалость. Один человек погиб на месте, пятеро с различными травмами доставлены в Варскую больницу. Таковы последствия аварии в Балтасинском районе на 8-м километре автодороги Шудонослы. По предварительной версии в 7 часов 10 минут 41-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения на перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Ланос» под управлением 42-летнего водителя. На месте происшествия от полученных травм скончался 71-летний пассажир иномарки. Водители обоих автомобилей, а также три пассажира «Шевроле» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Еще одна смертельная авария произошла сегодня днем около поселка Нарманка в Лаишевском районе. Там лоб в лоб столкнулись автомобили «Жигули 7-й модели» и «Тойота». Удар был такой силой, что обе машины вылетели в кювет. Отечественный автомобиль и вовсе превратился в груду металла. Для извлечения пассажиров спасателям пришлось разрезать машины. В результате 37-летняя пассажирка «Жигулей» скончалась на месте трагедии. Водители и пассажирка иномарки получили травмы различной тяжести. Сейчас устанавливаются причины ДТП. 55-летний мужчина погиб в результате нападения на него быка в селе Михайловско Арского района. По предварительным данным погибший пришел к соседям помочь вывезти на пастбище стадо коров. Но перед этим решил запереть в стойле быка, но не смог. Животное повалило его на землю и стало топтать ногами. Затем подняло на рога и выбросило на забор. Мужчина успел пролезть в разбитую ограду. Тогда на помощь прибежала хозяйка стада. Она же и вызвала скорую. Но было уже поздно. От полученных травм ее сосед скончался до приезда медиков. Полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков. Запрещенные вещества перевозили из Москвы в Автоград для дальнейшего сбыта. В результате проведенных операций из незаконного оборота изъято более 5 килограммов синтетики. С кадрами оперативной съемки ознакомилась Лина Зинатулина. Кадры оперативной съемки сотрудники полиции обыскивают автомобиль задержанного 25-летнего жителя Оренбургской области. На его след смогли выйти после того, как в полицию поступила информация, что мужчина занимается ввозом оптовых партий наркотиков из Москвы в Автоград. И распространяет их более мелкими партиями. На пути из Москвы его и остановили. При досмотре иномарки в тайнике багажника оперативники и обнаружили более 4 килограммов синтетических наркотиков. В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили местонахождение и других тайников, оборудованных в окрестностях города. Масса изъятого из них зелья составила более килограмма. В дальнейшем сотрудниками полиции был установлен и задержан 32-летний житель Альметьевска, который занимался розничным избытом партий, привозимых поставщиком. При обыске в его квартире в Альметьевске изъято 161 грамм синтетики. Таким образом, полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков. Общая масса изъятого составила более 5 килограммов. Примерная стоимость может составлять порядка 10 миллионов рублей. По факту покушения на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Молодые люди на время следствия заключены под стражу. Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы. Место расположения тайника с крупной партией наркотиков сотрудникам УФСИН раскрыл осужденный Свияжской исправительной колонии номер 5 29-летний житель Казани, приговоренный к 9 годам лишения свободы как раз за незаконный оборот наркотических средств. Признался, что в августе 2017 года, когда еще был на свободе, закопал наркотики под деревом в километре от поселки Вознесенское. Сотрудники колонии, полицейские тайник нашли. Последующая экспертиза показала, что в свертке находилось больше 320 граммов синтетического наркотика. У 42-летнего жителя Мамадышского района изъяли более 600 граммов марихуаны. Мужчина хранил наркотики на чердаке своего дома. Во время изъятия полицейским объяснил, что выращивал запрещенные растения на своем участке, затем сушил и вывешивал. Экспертиза показала, что собранные сушеные растения – это не что иное, как наркотическое средство марихуана. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На время следствия мужчина будет оставаться под подпиской о невыезде. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альфира Фазлеева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин